Задолженность предприятий и организаций Волгоградской области по уплате страховых взносов в пенсионный фонд уменьшилась, однако и неиспользуемых резервов в этом вопросе в регионе остается немало. Об этом говорили на парламентском часе, который прошел сегодня в областной думе и был посвящен проблемам пенсионного обеспечения. С подробностями Светлана Олегбарова. 32 миллиарда рублей страховых взносов собрал в прошлом году пенсионный фонд. Это 98% от расчетных показателей, то есть проводимая работа с руководителями предприятий и организаций региона дает результат, и весьма неплохой. Однако вызывает тревогу ситуация с уплатой взносов в сфере сельского хозяйства. Предприятия АПК дают всего чуть более 2,5% отчислений в пенсионный фонд, хотя область в числе лидеров по производству зерна, овощей и подсолнечника. Да, зарплата здесь ниже, чем в среднем по области, но это не единственная причина столь малой доли поступлений страховых взносов. Не менее остро стоит проблема с сокрытием фермерами использования наемного труда и неэффективного использования земель. По данным отделения, зарегистрированы в 4562 глав крестьянских фермерских хозяйств, которые по данным стат. управления обрабатывают более 900 тысяч гектар, только 1100 или 24% отчитываются, что имеют наемных работников. Все остальные 800 тысяч неизвестно кем обрабатываются. То есть проблема теневых зарплат в сельскохозяйственном секторе стоит весьма остро, и на эту проблему Владимир Сальный особо обратил внимание парламентариев. Депутаты, в свою очередь, намерены более детально подойти к этому вопросу и выяснить, каковы все-таки резервы по поступлению страховых взносов и не только в сельском хозяйстве, но и других отраслях экономики. Вот от этого напрямую зависит и наполняемость областной казны. Не только по ведомству пенсионного фонда, но и по налоговому ведомству, и по другим ведомствам федерального подчинения, которые были бы полезны и с точки зрения оптимизации доходной части ресурсов. Действительно, правильно Леонид Александрович подчеркнул, ресурсы у нас огромные совершенно. Что же касается вопросов пенсионного обеспечения, то здесь, как отметили депутаты, органами пенсионного фонда сделано немало. Улучшается качество обслуживания жителей области, хотя без нареканий не обходится. С ними депутатам приходится сталкиваться в ходе встреч с избирателями. Например, огромные очереди в отделениях фонда образуются, когда люди, получающие пенсию ниже прожиточного минимума, приходят писать заявление на начисление федеральной доплаты. Специалисты фонда пояснили, им и самим это очень неудобно, но таков порядок, прописанный законодательством. Изменить его можно, внеся поправки в соответствующие нормативные акты. Депутаты предложили вместе искать пути решения подобных проблемных вопросов. Вне зависимости от того, кто будет выступать с инициативой законодательной, государственная дума или вы, как облазная дума, кто имеет это право, и просьбы, и вопросы, пожелания, как хотите. Чтобы вы нам подсказывали, где эти пробелы, где эти белые пятна и что конкретно надо сделать. Я думаю, что наш коллега, господин Маркелов, здесь присутствует. И думаю, что надо не просто спорить. Спор заключается в том, что мы не можем на уровне субъекта какие-то вопросы разрешить. Все они федеральные. Кстати, подобная форма обсуждения, как парламентский час, по словам спикера облдумы Владимира Ефимова, и призвана не только обозначать проблему, но и дать толчок к выработке ее решения. А потому депутаты намерены продолжить практику встреч в подобном формате и с руководством пенсионного фонда. Светлана Олегбарова, Алексей Луниев, телекомпания Ахтуба.